и мне еще хотелось бы ответить на один из ваших комментариев такой интересный комментарий был и вот я на него отвечу весьма непростой весьма непростой этот комментарий вернее я прокомментирую весьма непросто заходим свою творческую студию входим в комментарии кстати я выложил новая заставка когда человек заходит на мой канал вот это первая страница он видит новый видосик и здоровый образ жизни которым я немножечко рассказал о канале что тут делается не все конечно охвачена как хотелось бы но тем не менее будут и другие видосики на эту тему вот как раз светлана говорит странно что мало подписчиков с такой полезной темой здесь огромное количество полезной информации единственное надо что там сделать еще это бы просмотреть видосы которые я просто так выкладывал видосы все номер там такой-то и там разбирается какой-то случай и вот этот вот бумаги случае ввести ну как бы сказать в поисковики так далее вот смотрите я хотел разобрать наталья боровик комментарии значит насколько я понял это не наталья а мужчина вообще-то доброго здоровья раньше мне приснился сон где я воевал сущности воевал сильно страшно долго но она никак не отставала от меня но помогли люди наверное спортсмены то есть это я так понял во сне ему помогли один из них протянул мне лопатку и я размазал ее по земле проснулся хорошее настроение много сил когда лупил я ее показалось лицо похоже на женщину у которой я работал нанимался вот это уже совсем другой поворот то есть тонкий мир о котором некоторые не хотят знать другие в нем живут третье относится и четвертое постуку по скопу но тем не менее хотим знаете вот как бы хотим мы или не хотим есть люди черной расы желтая расы белая расы и даже красная краснокожие из красной раз вот существует естественно огромный мир тонкоматериальный который нас рассматривает в качестве в качестве добычи просто-напросто в качестве добычи более того все крайне неоднозначно за каждым человеком стоит ну будем говорить его реальная сущность которая просто-напросто воплотила здесь с различными там как бы сказать повадками наклонностями и прочим 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 и вот здесь вот этот случай как раз рассказывает о том что ведь и человек подневольный он нанялся работать там у хозяйки как правило не хочу сказать как правило а человек который имеет власть над другим человеком ну за счет того что он ему работу дает за счет еще чего-то за счет учет чего-то и плюс если у него еще в голове там знаете как как бы сказать нравственность на довольно таки низком уровне там живет куча сущностей которые действуют еще в добавок через него и вот как раз от этой бога лет хозяйки к этому человеку прилепилась подключилась ли как угодно сущность которая как мы тут читаем силу отсасывала ну настроение у человека всегда плохой зато энергетики мало все энергетику значит что что вообще самое ценное в человеке мы там думаем золото там еще что-то еще что-то вообще-то во вселенной самое ценное это жизненная энергия и у кого имеется жизненная энергия вот ее то и тянут с нас тянут очень хитро вообще мир устроен с нас тянут жизненную энергию не заставляет ее тратить на то на то на то или или на все просто-напросто с помощью денег как заставить так так знаете хитро все закрутилось что люди уже забыли на чего день и что как началось и и и пятое десятое свалота из тонкого мира она прекрасно поняла вот откуда можно действовать можно действовать с уровня тонкого мира через деньги через законы через разного рода там это самое понуждение так далее косвенно или все человек расстраивается или не расстраивается и мы заставляем его делать то все а если человек делает он туда тратит энергию сюда тратит энергию энергию посасывать вот и как правило это как бы сказать сущность от типа какого-то посредник посредника непонятного это может быть какое-то существо я недавно видел знаете кстати я думаю рисовать нарисую такого амебообразных людей с голубыми глазами причем эти глаза у них не обязательно на месте глаз не голова а там где-то там в районе каких-то там щупались там туловище так далее я тоже там лупил их палкой то есть энергетика возросла и начинаешь колбасить и здесь еще вот один феномен значит ну да скажу вот эти как раз сущности они прикрепляются и одни могут быть посредником и между допустим вот работодателем и вот этим вот рабом который на нас работать и энергию посасывает и когда произошло открепление вот это день 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 он лупил 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 ему вот интересно во снах было показано кто является хозяином этой сущности то есть куда уходит его энергия непосредственно конечный потребитель это вот очень важно понимать во снах и еще видите сил собственных не хватает и вот вот эти спортсмены это знаете уже как бы жалились над этим человеком так скажем высшие силы и послали ему соответствующих вот под видом спортсменов существ или сущности светлых сущностей которые вот помогли видите далее мы просто-напросто средства иногда просто-напросто не хватает чего-то маленького для того чтобы отцепиться от вот этой вот лютой сущности которая полощает энергию и достаточно было что там лопатку только дать то есть дать то средство которое непосредственно может под лопаткой понимается то средство которое непосредственно действует на вот это вот сущных то есть очень интересные наталья боровик сделала комментарий которые вот меня зацепил и я вам рассказал что чё и как полевых паразитов вот подобных на каждом человеке тьма тьмущая тьма тьмущая и вот от них отбрыкнуться отстраниться вот эту чистоту особую духовную приобрести это гораздо больше значит нежели вот просто-напросто физически очиститься для того чтобы вот не было вот этой зависимости и к вам не цеплялись разного рода вот эти полевые паразиты и так далее как бы сказать не попадайте в какую-то зависимость вот как только в уме создается какая-то зависимость от спонтанных атак от комплекса неполноценности и других каких-то нездоровых рассуждений и сознаний значит вот эти паразиты тут как тема конечно не исчерпаемая но я на этом заканчиваю здорова здорова чаракутины с праздником богатырь и что ли мамы привет хоть здорово